В совете при президенте страны предложили вернуть в школы оценку за поведение. Таким образом планируется пристронить хулиганов, на которых трудно подчас найти управу. Поэтому оценка за поведение смогла бы, например, влиять на количество баллов во время ЕГЭ. Что думают психологи и сами учителя на этот счет, узнал наш корреспондент. Школа — это всегда новые правила, новые системы координат, к которым ребенку нужно привыкнуть. Сделать это после теплично безопасные среды детского сада бывает иногда очень трудно. Почему что-то не так? Ведь на самом деле в основании одной и той же модели ненормативного поведения бьет ребят, отвлекается, грубит. Могут лишать самые разные причины. Семья — это первый социальный институт. Это не школа, не сад. Сегодня у некоторых современных детей снижен эмоциональный интеллект, констатирует психолог Яна Чевчан. Они не учатся правильно общаться, потому что много времени проводят в виртуальной реальности. Загруженность родителей создает ситуацию, что ребенку просто неоткуда почерпнуть необходимые знания и навыки в общении. Тогда на помощь приходит интернет и друзья, которые, по сути, сами тоже ничего не знают. Мозг формируется, кора головного мозга, до 7 лет. До 9 лет возможна коррекция. То есть вот что мы в 7 лет вложим в него, то и будет потом с ним по всей жизни. И проблема-то в том, что в школу они идут уже, скажем так, заложены матрицей мужского и женского поведения. То есть очень многие вещи уже заложены. И если у ребенка, например, до 7 лет не было положительного образа семьи, то, в принципе, ресурсов у него мало для того, чтобы успешно строить свою жизнь и коммуникацию с людьми, и ставить цели, и быть мотивированным, научиться. Портрет современного школьника меняется. И, увы, со временем он не становится лучше, делится Татьяна Иванькова. При переходе из детского сада в начальную школу или из начальной школы в старшие классы у некоторых детей может проявиться ряд негативных поведенческих особенностей. Поэтому очень важно правильно подготовить ребенка к школе. Ребенок должен прийти в школу подготовленным, не умеющим читать, писать. Это не главное условие. Готовя ребенка к школе, родители должны понимать, что они должны научить его понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Что можно и что нельзя. Родители должны научить ребенка слушать и слышать учителя. Выполнять те требования, которые предъявляют к нему взрослые. Попробовать изменить поведение школьников решили правозащитники. Если за ГТО и волонтерство баллы на ЕГЭ добавляют, то почему бы со злостных хулиганов эти баллы не снимать, считают правозащитники. Зам директора по воспитательной работе 34-й школы считает такую меру не совсем верной и предполагает, что хорошим вариантом было бы просто вернуть советскую систему, когда школьникам ставили оценку за поведение. Была оценка за поведение, была оценка за прилежание. За поведение оценки порой ставили достаточно жестко. Это, конечно, влияло на поведение человека. Почему? Придя с плохой оценкой домой, разумеется, в те времена это не проходило в семье бесследно. Ну, лет, скажем, 50-30 назад дети в большей степени ценили и уважали своих родителей. И им перед своими родителями было стыдно. Подводя итог, важно понять в первую очередь самим родителям, что детям нужно уделять внимание, причем делать это качественно. Вместе играть, размышлять, читать книги и, конечно, больше общаться. Создавать правильные условия внутри своей семьи. Именно с младенчества закладывать качественную базу своему ребенку. Чтобы уже будучи школьником, он смог гармонично развиваться в социуме и вести себя в той же школьной среде, цивилизованно и воспитанно. Еще нужно помнить, что дети — это в немалой степени отражение своих родителей. И вы никогда не научите ребенка соблюдать те нормы, которые нарушаете сами.